Сегодня вам вообще ничего не планировала снимать. Ну, как-то, не знаю, красть не хотела, и что-то настроение такое было домашнее. Но мне это делает машину, даже в кадр не хотела попадать. Делает машину, решила, ну, показать. Я даже не знаю, зачем вам это надо, потому что все-таки ремонтируют не девушки, а мужчины. Смотрит мне большинство девчонок, насколько вам это нужно или нет. Ну, может быть, у кого-то есть матизы, может быть, у кого-то есть мужья, у которых, у жен которых есть матизы. У меня отец водитель с 40-летним стажем, и он очень хорошо разбирается. Сам может многие вещи отремонтировать, и кто-то, возможно, на вооружение возьмет. Ну, не знаю, что-то я начала смотреть других выигров, которые снимают там все подряд, влоговые видео. Решила, почему бы и нет, накрашенные, не накрашенные, бог с ним. Тем более, ну, как-то я не особо комплексую, и часто я тоже попадаю в кадр. Ну, просто, наверное, у нас не съемочный день такой был. Это мой котейка. Он когда здесь у родителей, вообще в другой комнате находится, потому что он раньше ходил по всему дому и начинал метить углы, потому что здесь другой кот, и начинался передел территории. И в этот раз уже, вот второй раз, мы его сюда привозим и оставляем в самой первой комнате. Здесь же и кот, здесь же и туалет. Ну, другой кот, Адик, здесь же и туалет. То есть он знает место, то есть ему легче найти место, и нет возможности, нет необходимости здесь метить. Здесь так как бы его территория считается. И вот он спит в шкафу. Определил место еще себе в первый раз. На этом месте остановился и во втором, во второй наш заезд сюда домой. Тут мы ему расстелили там разный коврик, это свитер отцовский. А это я ему постелила вообще, видите, фаберликовские штаны, которые с люрексом розового цвета были. Ну, это я сейчас сняла, носки теплые в доме хожу. Специально, чтобы запах мой оставался, чтобы ему как-то комфортнее здесь было находиться. И он здесь в кубочке, он только свернулся, такой хорошенький, прям не могу, так люблю его. А когда я приехала во второй раз, чуть не пойму, что-то черное такое. Как бы блох не набралось мне тут. Водить их надо будет, нет, что-то другое. Когда домой мы приезжаем, в первый раз вот приехали, он не на шаг от меня. То есть он так, как хвостик ходит. А в тот раз он вообще не на шаг не отходил. Спал с нами, обычно он спит там где-то ночью, где я попала. Вот, то есть я его не вижу. А этой ночью он просто мне всю ночь караулил, не отходил от меня. Утром, когда я проснулась, он лег на грудь. То есть я ему даже фотку выставляла в инстаграме, как он... Как он вот просто не отлипал. То есть не дай бог, я куда-то уйду. То есть настолько соскучился. Ну я выхожу в эту комнату, не часто, правда. Покормить его, потому что Адик ест здесь домашнюю еду. Они не дают ему корм. Раньше он был на корме, но я целая долгая история, не буду объяснять почему. И мне приходится выходить, его кормить периодически сюда, в эту комнату. Дело в том, что он у меня не ест, как... Вот бывает такое, коту вот насыпешь, коты же они разные, с разным характером. Кому-то насыпешь, и они вот готовы, прям все, вот Адик такой, пока все не съест, не уйдет. Такие жадные до еды. А этот нет. Этот подойдет, пару штучек там похрумкает, и все, и уходит. Пару штучек съел, ушел, пару штучек съел, ушел. То есть у меня такое вот. И, конечно, для него вот это вот питание, которое сейчас, я же не буду каждые там 10 минут подходить его и кормить. Тем более Адик тоже зарится на его еду, но я его тоже параллельно, то есть я не обижаю, я кормлю параллельно. И, ну, так приходится вот пять раз в день, говорит, мама встает рано утром, кормит его и так. То есть ночью у него нет возможности, если в Саратове он идет ночью тоже, чтобы что-то похрумкать, раз 10 за ночь, наверное, сходит. Ну, конечно, здесь такой нет возможности, и вот он ждет, пока я проснусь, пока родители проснутся, пока его кто-нибудь накормит. У него полностью здесь режим сбивается, рацион его и все остальное, и мамку он не видит. Поэтому он бедный, несчастный, когда приезжает с Саратов, он прям смотреться не может на меня, и прям набыться не может, и прям уткнется ко мне, и не отпускает. Ну, такая моя прелесть вообще, любимая. Мамкин сынок, он с детства такой он был, я уже рассказывала, я его взяла на рынке, он был вот с ладошку такой. Ну, на рынок относят, у нас на сеной котят, которые непородистые, кошка катилась, некуда девать, чтобы там с ними ничего не делать. Их относят на рынок, и их там, ну, типа, раздают, продают. Вот за 50 рублей я его лет 10 назад купила. И он настолько вот сразу ко мне привязался. То есть вот 10 лет он просто вот мое второе, я, мой второе, вот этот хвостик мой маленький. У нас в семье, как иерархия, я хвостик Сашкин, а это мой хвостик. То есть мы обычно в комнате, всегда втроем находимся. Вот, я за Сашкой, капитан за мной. Мы все кушаем вместе, телевизор, там, не телевизор, телевизор, нет, там, фильмы какие-то смотрим вместе. Ну, то есть все вместе делаем, даже какие-то передачи. То есть вот он придет и будет тоже смотреть. А что это я еще хотела вам сказать? Я про него хотела еще сказать вам. Да, ну вот случай такой. Мы клеили тогда обои в квартире, делали косметический ремонт, и он на руки просился. Ко мне я с мамкой разговаривала. Он на столе сидел, очень маленький-маленький, но я его прям вот почти только что взяла. Ну, не почти, только что месяц, может быть, где-то прошел. И он мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, короче, пыталась обратить на себя внимание. И я вот так вот поворачиваюсь к нему, и там, что-то я ему сказала, что тебе надо от меня. И он на шею прям вот как вот дети прыгают с распростертыми объятиями. Только он расправил свои лапы, и вот так вот мне на шею сигнануло. Я вообще этого не ожидала. Ну, то есть коты так не прыгают. То есть он даже прыгнул так, что он даже не зацепился мне там за шею. Вот так вот прям растопырил лапой и прыгнул. Так что он вот с детства был такой маменькин сынок. Вообще все коты, все животные не обладают своим характером. И он меняется тоже из года в год. То есть у него какие-то привычки, перестрастия поменялись. Даже в туалет раньше он ходил в одно место. Сейчас, например, он по-маленькому ходит в ванну. По-большому... А, ну вот у Сашки, да, он начал ходить. Причем до того, как я жила у себя, он ходил на кафель по-большому, в ванну он писал. Вот. А у Сашки он все эти дела делает в ванну. То есть, ну, легче убирать, так мне даже лучше намного. В лоток он не ходит. Вот сюда мы, когда приехали, он писает в ванну, а в туалет по-большому ходит в лоток. Ну, то есть вообще вот, ну, кто скажет, что коты это какие-то там бестолковые животные. Нет, нифига, ничуть нет. В некоторых... Может быть, это наоборот мы. Они более высокоинтеллектуальные, раз они умеют общаться какими-то другими вибрациями, энергиями. А мне кажется, мы такие умные. Люди такие умные, все считают себя. Может быть, некоторые животные в 150 раз умнее, чем мы. Так, вот здесь вот мне папа делает гранату. Она у меня скрипела. Видно, чем-то повредила кожу, да, наверное, резиновый, правильно я поняла? Да. Вот, был. И, а, и тоже новый поставил. Да? Обалдеть. У меня теперь новая граната будет. Правда, это мне ни о чем не говорит. Я так поняла, это то, на чем крепится колесо. Ну, не колесо, вот это вот вся система колесная, да? Как где тормозные колодки, да? Короче, молчит. Я, когда работаю, я напрягаюсь. Вот, и она у меня скрипела, скрипела, стучала даже. То есть повредился кожух резиновый, чем-то веткой, не знаю, может быть, я попала куда-то в яму, может быть. То есть самая боль в этой машине – это колеса у меня. Вот мы так с папкой сидели, я говорю, у меня вся проблема, которая была вот с машиной, это вот единственная проблема – это с колесами. То тормоза, то постоянно они, то диски гнутся, опять же, на те же самые ямы, то пробивала я 150 раз тоже на те же самые ямы. Допустим, там, попадешь в яму, как-то боком колеса и прорезаешь, допустим, если острые края ямы. То есть у нас вся беда с колесами из-за дорог, из-за наших. Вот, и тоже у меня что-то вот с этой гранатой было, повредила я там кожух, туда затекла вода, она начала ржаветь, и уже так плавно колесо не ходит. Вот стуки какие-то слышны посторонние. Ну вот сейчас мы все это дело меняем. Не представляете, какой здесь запах свежескошенной травы, потому что там соседи выравнивают газон. Сейчас посмотрим даже с вами. Здесь запахи нереальные. Просто обычная трава, не кость. А отец у меня отсыпал дорогу, видите, специально к гаражу. Вот, специально к гаражу, он так сыпал, 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 и отсыпал в итоге дорогу. Так четко, ровно все получилось. А вот это вот специально для парковки, чтобы можно было парковаться. Потому что здесь дорогу размывает, сюда сложно доехать, особенно на низкой машине, например, как на моей. И прям с таким трудом, на первой скорости, еле-еле, чтобы у меня машина могла загребсти колесами всю грязь, и не прокручиваться, не буксовать на месте. Сейчас я вам выйду, покажу, в каком месте я выезжала. Это хорошо, нельзя показывать, но хотя почему нельзя, ворота открыты. У меня отец, то есть, молодец, хочет дорогу отсыпать так, чтобы можно было заезжать сюда хотя бы. Только чем, не пойму. Не пойму, чем хотя бы. Вот, видите, грязь. Там еще хуже, лужи, 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 лужи везде. И если ехать на машине, можно увязнуть, застрять, и потом будут вытаскивать. Но я прям вообще молодец. Смотрите, какая зеленая трава. Зеленая трава, смотрите, как круто. Как я люблю в деревню приезжать, если бы вы знали. Все чешется. Так вот, лучше камеру держать. А небо, посмотрите, какое. Посмотрите, какое небо. Крутое, просто крутое небо. Такого в Саратове не увидишь. Везде дома, дома. Привет. Пап. Посмотрите, какое нереально просто крутое небо. Я приезжаю каждый раз, не перестаю восхищаться. Вот эта вот кромка голубого цвета. Это черного, такого темно-серого, тучные, скученные облака. Здесь какая круть. Как мне нравится здесь простор. Прям вообще не могу. Моя любовь. Моя любовь в дом и деревне. Дождь начинается. Вообще дождливый май. Дожди, дожди, дожди. Сегодня в Саратове ливень. Уже сутки идет дождь, сутки. И здесь не прекращается. И для мая это аномальная холодная погода дождливая. Я уже не помню давно, чтобы такой май был. Сейчас я иду в баню. Беру с собой вот этот гель для душа. Это из пивак. Чем мне не нравится, они без лурицульфатные, без всяких добавок. У них здесь натуральные красители. Даже вплоть до того, что используются натуральные красители. Можете себе представить. Сейчас посмотрим состав, если он где-то сохранился здесь. Калиевые соли, масел, вода, эфирное масло кедра, гималайского мандарина, гваякового дерева, и ланг-ланг, и соль. В каком-то геле душе был хлорофилл вместо красителя. Смешиваю я его с кофе и прям хорошо почищу кожу. Люблю вот этими гельками пользоваться именно в бане, потому что поры у нас очень сильно открываются под действием высоких температур. И вот эти гели не позволяют, во-первых, добавить туда какой-то гадости, а еще плюс ко всему ухаживают, то есть хорошо прочищают поры. И добавлю я еще натуральный скраб кофе, то есть из питы кофе мы туда добавляем. Потом после сауны я нанесу и после вот этого скрабирования геля гавайскую гидрофильную плитку, она тоже тут, ну, 100% натуральной ссылки, с пивака я оставляю внизу. А для волос у меня будет из Estelle Optimum сыворотка осталась, я вам уже ее показывала. Короче-то я тут накупила к видео «Пробуем еду из фикс прайса», покупки. Сделала там кое-какие, кое-что взяла, и мне уже не терпится. Взяла я, наверное, дня 3-4 назад, сейчас хочу безумно что-то кушать, но такого какого-нибудь легкого, это я крошки хочу, в дом ничего такого нету. Я уже кунаюсь, да, в который раз. То есть уже не то, что почти все перепробовала, я остановилась только вот на этих чипсах, потому что это все то остальное, что я взяла, не хочу скрывать, все-таки хочу оставить до видео, чтобы мои первые впечатления были, первые эмоции поймать кадром. Но вот ничего с собой не могу поделать, уже открыла вот эти чипсы. Кстати, они мне не особо нравятся, если сравнивать с такими же чипсами, подобного рода из магнита. Те намного вкуснее, эти какие-то вот прям чувствуются, что какое-то какашка-какашка. Вот, мне очень вообще понравились. Но все остальное вот у меня лежит и ждет своего звездного часа. Завтра я буду снимать ролик, но потихоньку я сюда навела уже мосты и пытаюсь все это дело немножко подхомячить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok